Вот такая вот беда случилась. Палатка сгорела. Тент поплавился, сгорел. В общем беда-беда была. Лег спать, даже не успел уснуть. Минут 20. Сгорелась плащ-палатка. Выскочил, сбросил всё туда. Но уже как бы позвал товарища, водой поливал. Ожоги на руке. Палатка сгорела. В общем беда-беда. В печку ничего не подкидывал. Не знаю. То ли просто упал, будет скрепление. В общем причина непонятна. Такие вот последствия ночного происшествия. Скорее всего, когда я заходил в палатку, чуть-чуть, видимо, дернул тент. И труба коснулась плащ-палатки. И буквально с момента, как я залез спать, прошло минут 5-7. И плащ-палатка полыхнула. Соответственно, подожгла уже тент. И рядом там сумка стояла от печки. Её тоже пожгло. Но моя надежда, что палатки плохо горят, совершенно оказалось неправильно. Потому что полыхнула мгновенно. И она сгорела практически дотла. От неё остались только пару люверсов. В принципе, вот место я подобрал. Так, из критичного. Ну, основной тент, основной палатки придётся либо менять, либо там вшивать кусок. Что он в большей части цел. Но передняя стенка сгорела. Интересно, сейчас посмотрим. В огнеупорной ткани. Вот теплоткань, которая была под печкой. Вот так она подплавилась. Вот то, что оборачивало трубу. Это специальный кожух. Ну, можно посмотреть, как он устроен. То есть, во-первых, фольга сгорела нафиг. Здесь стеклоткань. Здесь, видимо, стекловата. Здесь опять стеклоткань. Но всё это ни хрена не спасло. Вещь. То есть, либо она сместилась, либо что-то произошло. Непонятно. Ну, в общем, вот эта штука должна была спасать от перегрева. Но ни хрена не спасла сама. Поплавилась. А вот стеклоткань, которая была в сумке рядом с печкой. Погорел пластиковый пакет, в котором она была. На ней только такие подпалины остались. А вот всё, что осталось от плащ-палатки. Практически полностью выгорело. То есть, никакой там пропитки, огни упорной, видимо, нет. Ну, в общем, вот такие вот приключения. Азартные. Дрова, которые лежали для печки. Ну, вот одна полежка немного подплавилась, не подгорела. Вот. В общем, ну и термос тоже. Крышка от термоса поплавилась. Обидно. Термос. Как-то он попал в зону огня. Термос фирмы Термос. Ну, ладно, что делать. Соль так забавно заплавилась. Ну, хоть погодка радует. В принципе, тент основной палатки. Всё, в принципе, можно закрыть. Погорел кусок тамбур. Так вот можно кое-как использовать. Надо зашивать. Ладно, это уже. А, дуга. Дуга, вот интересно. Одна дуга. Вот так вот. Не знаю, то ли сломалась, то ли оплавилась. Наверное, потеряла вот здесь форму. Ну, в общем, такая странная вещь. У тебя верёвочка внутри цела. Зиночка. Как это всё произошло? Ну, понятно. Это надо заменить. Ну, последствия неприятные, но всё могло быть хуже. Ладно. Погодка зато какая. Физически я тоже чутка пострадал. Ожоги. Печку сбрасывал. Такие вот прореждения. Маслом помазал. Надеюсь пройдёт. Покажу простой способ фильтрации воды. Когда с собой фильтра нет, а вода достаточно грязная. Всё достаточно просто делается. Берём ёмкость с водой грязной. Пускаем любую тряпочку, так чтобы один конец был в воде, а другой должен оказаться ниже. И вот смотрим. С тряпочки будет капать. Вода пройдёт за счёт пульварного эффекта. Тряпочку отфильтруется и будет уже достаточно чистой. Тяжёлые частицы не пройдёт. Такой элементарный фильтр вполне может сгодиться. на перекус такой вот суп с грибами шинтаки. Очень такой забавный суп. Сублимированный такой брикетик. Кидаешь и он превращается в такую похлёбочку вкусненькую. Так что рекомендую, если вы их встретите, попробуйте. Ничего не весит, а блюдо такое достаточно интересное для похода. Группа байдарочников. только что проплыло пять байдарок. Одиночка, остальные двойки. Встали на соседнем острове. Так что вокруг уже все острова заняты. Хотя лодок особо не плавает. Уже слышны возгласы группы туристов. Ну ладно, пошёл я заниматься друзейскими делами. Вот тамбур палатки пришлось временно восстановить в каком-то виде. Потому что дождь собирают с помощью палочки. Вот такое вот временное решение. Так, вход надо попробовать ещё. Посмотрим, как вход работает или не работает. Вроде не пострадал особо. Надеюсь, порой. Вот такой вот он завтрак туриста. И конечно на это ужин. Вот маленькая сковородочка. Маленькая сковородочка очень неплохо. Я уже говорил об этом. К сожалению, на островах люди часто оставляют мусор. И куда просто взять пакетик и забрать за собой и увезти на мусорку. Нет, выросают здесь. Годами это копится. И вот пример, что здесь. Я уже рассортировал алюминий от жестянки. Жестянка хоть гниёт как-то. Алюминий вообще никак. Надо убирать. Алюминий вот Puppy. Алюминий вотпаковок. Полозвожно. Убишись. Опускай, кипят. Алюминий вотпаковок. Алюминий вонпаковок. Рыжий. Убийный и вонпаковок. Алюминий. 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 ну алюминием покончим алюминий теперь включен и его можно увести одним пакетом стал из жестянки но это уже на другой раз не оставляйте мусор солнышко в дымке ветерок есть завтра вы должны постигнуть раннее утро погода хмурится мы собираемся сейчас кладом палатки завтрак и домой ночь хорошая прошла тепленько дождя не было бы не обещали но сейчас похоже скоро пойдет что надо быстренько двигать воду вишенка просим хорошо чайничек закипел отлично лед быстрый завтрак и сваливаем палатка собрал яичницу готовлю мотор повесить вещь положить лодку и стартует но все я уже машине погрузился ковался или в ливень все мокрая ну что теперь стартуем к дому пока волк сам все что хотели получили ловили работали острове брали мусор в общем развлеклись отдохнули и теперь в город пока пока в начале и и и Продолжение следует...